Давайте поговорим о коммерческой недвижимости. Всем привет! Это видеоблог «Хочу квартиру» и мы здесь говорим о недвижимости. И я, Никита Журавлев, рассказываю вам, где лучше купить, что купить и вообще, что происходит в мире недвижимости. На сегодняшний день у меня 4 проекта, в которые я вошел как инвестор. Сейчас я выхожу из одного, и у меня освобождаются новые средства, средства, которые я буду дальше инвестировать. И вы все часто спрашиваете, давай поговорим о коммерческой недвижимости. Коммерческая недвижимость – Москва-Сити, и мы приехали поговорить о Москва-Сити, об офисном пространстве для физических лиц. Как инвестировать в офисы, в чем приоритеты, какая доходность и какую выгоду вы можете получить. Я забыл вам самую главную вещь сказать, что я выхожу из проекта. И этот проект у меня был 2 года. Я расскажу о нем, о его жизнедеятельности, какие были переживания, что случилось в следующем выпуске. Я хочу, чтобы вы нажали на колокольчик, чтобы не пропустить этот выпуск. Реально расскажу, как инвестор себя ощущает, какая доходность на своей практике, что я пережил, с какими проблемами сталкивался, какие у меня были затраты и какая доходность. Поэтому оставайтесь на канале и не забывайте подписываться. В этой непростой арифметике под названием коммерческая недвижимость мне сегодня будет помогать разбираться, в том числе. Это Даня Орлов. Даня Орлов – это управляющий партнер брокерской компании off.ru. Да. Ты занимаешься коммерческой недвижимостью в Москва-Сити. Мы занимаемся, в принципе, коммерческой недвижимостью, просто располагаемся в Москва-Сити. Привет. Спасибо тебе огромное, что доехал. Меня просто часто спрашивают, говорят, давай поговорим о коммерции. Я не понимаю этого, потому что коммерция есть стрит-ритейл, есть офисы, есть торговые центры, склады. У них своя сегментация, своя история, поэтому я хотел, чтобы ты был неким навигатором в этом сегменте коммерческой недвижимости. У Дани канал есть, где он рассказывает о коммерческой недвижимости, об каворкингах, очень прикольно разговаривает о доходности. Вы можете посмотреть у него контент, связанный с коммерческой недвижимостью. Как себя чувствует сейчас коммерческая недвижимость? Ты знаешь, не могу говорить тебе за всю коммерческую недвижимость в целом. Сити чувствует себя очень хорошо, заполняемость высокая. Даже вот смотри, после долгой паузы такой двухлетней в этом году уже объявили о строительстве нового проекта МР Групп, Роман Тимохин презентовал на… А, вот здесь вот он на пятачке был. Да, абсолютно верно. Стоунхедж презентовал опять же новый проект на белорусской и так далее. То есть пошли инвестиции в коммерческую недвижимость. Я тоже обратил внимание. Торговая недвижимость может действительно чувствуется, что пока еще напряженная ситуация с арендаторами, но вот в офисной недвижимости мы видим, что спрос огромный. Я вот сейчас когда заходил, это, конечно, муравейник. Это просто. То есть я поделюсь маленьким секретом, если кто не знает. Я в Сити начинал работать в 2006 году, когда еще здесь была стройка. Какая может быть доходность у коммерческой недвижимости в целом? Да. Если говорить там о средней температуре по больнице, это где-то, наверное, 9%. 8-9% по рынку – это доходность на твои вложенные средства, если мы говорим уже о чистом денежном потоке. После вычета налога на имущество, всех затрат на содержание объекта и всех налогов, связанных с поступлением от аренды. Какой примерно чек, входной билет в Москва-Сити? В офисную недвижимость, если есть какие-то небольшие деньги, это частные инвесторы, я бы не советовал это делать, честно. Наверное, по моим ощущениям, это порядок цифр 30-40 миллионов. Это минимальный чек, от которого есть смысл смотреть, в принципе, какие есть предложения на рынке офисов. Ты, в основном, я так понимаю, смотришь и анализируешь такие темки, как каворкинги. Этот инвестор заходит, покупает этаж, делает отделку, всю инфраструктуру и сдает массу от 30 до 100 тысяч рублей. То есть, это на сегодняшний день настолько востребовано, и люди идут в такие площадки, как каворкинги? Да, в Сити это очень востребовано, потому, что отдельных маленьких офисов практически не найдешь, а спрос действительно есть. Есть ли вообще потенциал или посмотреть динамику роста самого квадратного метра? По сравнению с 2014 годом, когда был локальный российский кризис, не мировой, как в 2008, а именно в нашей стране был такой серьезный кризис, цена очень сильно выросла. Потому, что в 2015 году я сам лично видел сделки по 220 тысяч рублей, включая НДС за квадратный метр. Доходность в коммерческой недвижимости сильно выше. София, управляющий директор всего этого безобразия. Сеарумс, башня федерации. Башня федерации. Десять лет назад я бегал по этим коридорам, когда здесь еще был Мирекс. Я 33-й этаж очень хорошо знаю. Всю техническую поднадготную, которая здесь есть, я знаю. И мне хочется всегда узнать, что вы сюда внедрили и что здесь будет происходить. У нас уже здесь представлены кабинеты. Кабинеты рассчитаны на 1-2 человека, в принципе, с вентиляцией, с прекрасным светом, с дизайнерским. Стоят столы, тумбы, все, что нужно для того, чтобы прийти, арендовать офис и уже начать свое дело. То есть, я ничего дополнительного, как арендатор, не должен сюда ни принтер, ни каких-то ксерокс, ничего вносить. Соответственно, это как раз-таки заключается работа коворкинга. Вы приходите просто в пространство для того, чтобы заниматься своей работой, чтобы вас никто не отвлекал, где вам могут привезти клиентов, за вас заказывают пропуска. Давай посмотрим. Вот, собственно говоря, получается у нас кабинетик, да? Да. Данный кабинет как раз-таки на 2 человека. Это рабочее место, стол, кресло, удобное. С охрененным видом. С шикарным видом, совершенно верно. С охрененным видом, конечно. Будут еще жалюзи, да, чтобы если светит солнышко, вы могли спрятаться. Но если вам нужны тумбы, возможно, вам нужен будет диван, возможно, что вы захотите, там, не знаю, две тумбочки и один только стол. Соответственно, мы, конечно же, очень лояльно настроены для того, чтобы это все воплотить в жизнь. Доступ у вас круглосуточный. Хорошо. Единственное, что, наверное, после 10 вечера уже не будет девушек на ресепшн. Но, в принципе, вы, как арендатор, собственно, можете здесь быть на постоянной основе. И сколько получается здесь метраж? В данном кабинете около 8 метров квадратных. Сколько вообще получается у тебя здесь кабинетов? 32 и 4 переговорных. 32 и 4? 32 кабинета, да, и 4 переговорных комнаты. Скажи, пожалуйста, в какую цену здесь будет аренда таких кабинетиков? От 80 тысяч рублей. И до? До 120 на сегодняшний день. Те, которые кабинеты остались, это где-то так. Твой кейс, который ты предлагаешь, вы сделали такую нарезочку. Смотри, давайте я изначально расскажу, что было. Значит, мы приобрели этот этаж, собственность. То есть, это собственность. Взяли управляющую компанию в лице коворкинга SEO Rooms. То есть, здесь будет весь сервис от высококлассного коворкинга SEO Rooms, который имеет большой опыт. У них сеть коворкингов успешная. Они будут управлять этой локацией. Что входит в управление? Полностью доступ 24-7 в офис, секретарское обслуживание, принтеры, все расходные материалы, интернет включен, пользование лаунж-зонами и переговорки. 4 переговорки на этаже, правда, они не бесплатные. Там 2 часа в месяц будут входить бесплатные, остальные будут стоить, по-моему, 600 рублей в час, что, в принципе, для каких-то переговоров вполне. Ну да, парковка здесь дороже стоит. Будет ли управляющая компания искать арендатора или мне самому искать арендатора? Она будет помогать тебе искать арендатора обязательно. Более того, если ты хочешь арендный бизнес, мы готовы тебе уже предоставить помещение с арендатором. Это уникальная опция. Нет, это опция охрененная. Вопрос к тому, что арендатор съехал. Арендатор съехал, соответственно, управляющая компания, поскольку у сети коворкингов очень большой поток заявок, она быстро предоставляет тебе новую аренду. Естественно, это будет не бесплатно. Будет стоить месячный арендный платеж. Ну, как брокеру. Абсолютно верно. Как и любая рыночная сделка. То есть, это брокерская услуга. Абсолютно верно. Чем продукт этот уникален? Тем, что это не просто коворкинг, это сервисные офисы, которые мы выставили на продажу. То есть, ты на сегодняшний день можешь стать собственником офиса за 7,5 миллионов рублей. Я почему и пробежал пообщаться, посмотреть, разобрать этот кейс, что за 7 миллионов я могу купить офис в башне Федерации. То есть, прикинь, я владелец офиса в башне Федерации. Круто. И еще получать от этого бабки. Ты говоришь, 7,5 миллионов вход. Этот лот сколько будет мне приносить? Смотри, мы будем его сдавать за 100 тысяч рублей в месяц. 100 тысяч? Да. Он будет в управлении в районе 17 тысяч рублей. В месяц? Да. И у тебя будет налог на имущество. Налог. Важный момент. Давай считать налог. Налог на имущество рассчитывается от кадастровой стоимости и составляет на сегодняшний день 1,5% от кадастров. Вот у такого офиса кадастровая стоимость будет порядка 2 миллионов рублей. Соответственно, вот у тебя налог годовой еще будет 30 тысяч рублей. Соответственно, на выходе плюс-минус, то есть, у меня в год будет генерироваться 900 миллионов. Ну, такой порядок. То есть, с 7 миллионов. Да. С 7,5 миллионов. С 7,5 миллионов. Да. Я в год имею... 900 тысяч рублей. 900 тысяч. Делим на 7,5 миллионов. 12. 12%. Да. А что ты меня тут впариваешь за 8-9 вообще? Смотри, я еще раз, вот я не люблю как бы на рассказывать там сказки, а потом... То есть, ты консервативно все-таки подходишь? Абсолютно консервативно. Потому что почему? У тебя может быть простое это в офисе, теоретически, когда-нибудь на периоде там владения 5 лет, у тебя может быть 3 месяца простое, например, за 5 лет твоего владения, если ты покупаешь не для спекуляции, а так сказать, для получения арендного дохода. А потом ты заплатишь управляющей компании за смену этого арендатора одну месячную ставку, как мы с тобой до этого обсудили. То есть, это тоже надо минусовать. Вот где-то там примерно плюс-минус получится. Ну, я думаю, что такая реалистичная картина – это 10%. 10%, но это абсолютно честные 10%. А теперь сравниваем с квартирой. Значит, квартира за 7-8 миллионов. Абсолютно верно. Где ты возьмешь такую квартиру? Ты возьмешь однушку? Нет, однушку. Ну, я про это и говорю. То есть, мы берем квартиру за 7-8 миллионов, ну, получать мы с нее будем 30, ну, хорошо, 35 максимум. Соответственно, тебе нужно в эту квартиру что сделать? Мебель, кухня, найти арендатора. Смотри, мы сейчас с тобой разобрали абсолютно реальный в математике кейс. Вот интересно, там у Никиты много подписчиков, очень интересный комментарий. Смотрел канал и интересно будет, что вы думаете об этом, да? И если есть какой-то подвох, ну, расскажите нам. Скажи, пожалуйста, когда эта вся история запустится уже в живую, начнет работать, здесь будут люди сидеть? 1 мая открытие. Согласись, я тебе сегодня показал абсолютно новый формат недвижимости. Сервисные офисы. Такого нет. Я первый раз видел такое, да. Я тебе, знаешь, что скажу, какую я вижу тенденцию? Профессиональных инвесторов, корпоративных инвесторов сейчас начинают замещать физические инвесторы. Ко мне очень много обращаются из регионов, пишут. Люди начинают понимать, что недвижимость, квадратный метр – это устойчивый актив, в который необходимо заходить. Он еще и может давать тебе прибыль и доходность. Вы как раз в этом тренде создали продукт для физиков. Абсолютно. Это именно так. Все, кто заинтересуется данным продуктом, приглашаем тоже. Звоните к нам в компанию «Офф.ру», записывайтесь, пригласим вас, расскажем лично про каждый офис. Будем рады вас видеть. Ну, такая маленькая рекламка. Естественно, если у вас остались еще вопросы, соответственно, к Дане обращайтесь. Я, на самом деле, буду очень плотно рассматривать этот актив, поэтому те освободившиеся средства, которые у меня сегодня есть, я часть могу сюда запустить. Короче, оставляйте свои комментарии. Помните, что нужно подписаться, колокольчик поставить, чтобы следующую серию не пропустить. Ну и, соответственно, инвестируйте в недвижимость. Это ваше будущее. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода